Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Дмитрий Ритушкин. Это программа «Петербург до Петербурга», в котором мы рассказываем о традициях и обрядах, в том числе коренных народов Ингерманландии. И сегодня у нас в гостях об этом поведают, во-первых, директор Центра коренных народов Ленобласти, член Совета Ингеринлитта Ольга Игоревна Конькова. Здравствуйте! Здравствуйте, ТРВ! И волонтер этого же Центра коренных народов Ленобласти Руслан Калимуллин. Добрый день! Добрый! Ну, сегодняшняя наша тема будет посвящена празднику, которая состоится уже через неделю в одном из пригородов Петербурга. Где это будет, что это за праздник, Юханус, день летнего солнцестояния, мы сейчас вам и расскажем. Ольга Игоревна, вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что я думаю, что многие телезрители, может быть, сейчас вспомнили, что есть вот такой вот Иванов день, День Ивана Купалы, летом, когда там славяне прыгают через костры и так далее. А каковы были особенности празднования этого праздника именно вот здесь, в нашем Приневском крае? Ну, во-первых, нужно сказать, что Юханус – это самый богатый традициями праздник в году, Ингер, Маланский, Финнов и Жоры Води. Он совмещает в себя очень много действий, очень много надежд. И самое главное, его принципиальное отличие от сегодняшних всех других праздников – это то, что он ориентирован на будущее. Мы нашими праздниками обычно подводим итоги, там, юбилей, там, человека, либо, там, города, либо какое-то мероприятие, или еще что-то. То есть у нас как бы все обращено в прошлое. А Юханус – это главный праздник, который был обращен в будущее, потому что от его проведения зависела ваша жизнь и в течение целого года, а может быть, даже в течение всей вашей жизни. И когда его, примерно, начали праздновать, потому что здесь, мне кажется, очень важный момент, нужно подчеркнуть, что этот праздник, он как-то, в общем, с одной стороны, вырос из языческих времен, с другой стороны, он вполне органично сосуществовал и уже в эпоху принятия христианства. Ну, я бы не сказала совсем органично, но на самом деле, да, у него глубочайшая история. Потому что, судя по тем обрядам, которые сохранились, обрядам, вызывающих плодородие, это один из древнейших праздников финнов, как земледельческого народа. А церковная составляющая к нему добавилась на территории Финляндии только в 1324 году, когда местная церковь, еще тогда католическая, стала официально праздновать День Иоанна Крестителя. Ну, к слову, об органичности церковной составляющей юхоноса традиционной. В последнее время, ну, последнее это, учитывая, что юхонос корнями ходит в очень далекое прошлое, вот, допустим, после, да, 14 века, от церковной составляющей, в принципе, по сути, самое главное — это название, сам по себе юхонос, потому что это от юхона, это от Иоанна Крестителя. Потому что, например, в Ингермоландии местами этот праздник традиционно назывался Яани. В Западном Моландии. Да. И в церкви, в принципе, есть определенная дата, ну, вообще у юхонос есть определенная дата, это 24 июня, это день летнего солнцестояния, и в этом году, ну, просто идеально совпадает, потому что сама по себе дата 24 июня как раз попадает на воскресенье. И в этом плане традиционность и церковность этого праздника в этом году можно постараться как нельзя лучше соединить. Если уж мы заговорили о современности, мы сразу можем, так сказать, вкратце рассказать, что ведь будет даже не одно празднование юхоноса в этом году и в субботу, 23 июня, и 24 воскресенья. Да, у нас 23 пройдет два праздника, вот Руслан как раз может сделать анонс этого праздника. Да, 23 июня, в эту субботу, это будет в Токсово. До Токсово можно добраться, самое простое, от станции метро Девяткина, либо электричкой, до станции Токсово, а дальше можно пешком за 10-15 минут дойти, ориентир будет в Финская церковь. А во сколько начало? Начало в 13 часов. И официально программа запланирована до 21 часа. Либо можно добраться на автобусах и маршрутках, ориентир будет, остановка, трамплин и опять-таки в Финская церковь. От метро проспект Просвещения. Проспект Просвещения, либо от Девяткина. На некоторых маршрутках тоже можно доехать. В программе будет сначала, естественно, какая-то официальная часть, будет речь от Инкерин Лейта, будет награждение, подведение каких-то итогов особо отличившихся активистов в течение года, будет, конечно же, концертная программа. Коему выступать, кстати? Выступать в этом году будут все практически, потому что в ходе самого праздника, когда вся официальная программа на импровизированной сцене, она как бы закончится, возле костра, естественно, выступать может абсолютно любой желающий, на то праздник инородный. Но, таким современным словом, среди хедлайнеров этого мероприятия можно выделить фолк-групп коренных народов Корпи, можно выделить ингермаланский хор Котиконту, Таламеркет. Котиконту это как? Котиконту это... Да, практически многие названия сейчас, которые финскими, ингермаланскими коллективами принимаются, они так или иначе связаны с домом, либо с какими-то обычаями. Таламеркет, конечно же, будут выступать, это переводится... Домовые знаки. Домовые знаки, родовые знаки. 24-го... Еще важно, что приедут и гости коллектив из Эстонии, из Финляндии. Мы ждем приезда водских и жорских коллективов. И самое главное будет группы Рентушки. Знаменитая ингермаланская группа, которая в этом году празднует юбилей. И часть Юхануса будет специально посвящена именно ей. Но все-таки, вот Ольга Ильевна, у меня к вам такой вопрос. Я тут кое-что почитал про Юханус. Я думаю, что сейчас многие телезрители подумали, кто в теме, так сказать. Неужели там же тоже будут какие-то голые девушки прыгать через костер, какие-то там ведьминские заклинания читать, гадать и так далее? Это все будет или это будет все-таки немножко иначе? Нет, дело в том, что современный Юханус другой. Вот тот, чьих традициях мы придерживаемся, это такой светский Юханус. Он светско-церковный наполовину. Он был возобновлен в таком ракурсе только в 1989 году. А самый первый праздник вот такого типа, да, такого певческого, да, официального, был отмечен впервые в 1899 году. Его тогда отпраздновали в Пудости. Это Скворицкий приход. Его одним из организаторов был знаменитейший композитор, Нагермаландский, Мозес Путера, автор гимна Нагермаландии. И он именно задал особое течение, новое течение Юханусу. Вот он стал сродни вот эстонским певческим праздникам. Это большой концерт, такой официальный, да, выступление хоров, пожарных дружин, потому что раньше при каждой пожарной дружине был свой оркестр духовой. Это такие официальные народные танцы, то есть немножко другое. А настоящий Юханус народный, да, он очень непривычный для современного человека, потому что в нем есть и гадания, и различные обычаи, довольно странные, ну, с нашей точки зрения, вызывающие. Вот что меня особенно удивило и, так сказать, запомнилось, там есть такое гадание, что там девушка, если у нее есть некий избранник, молодой человек, она должна ночью на Юханус раздеться до гола, и обнаженной пойти на поле, где этот ее избранник выращивает хлеб, покататься, поваляться по полю, а потом, если он этот хлеб съест, то он тем самым будет переворожен к ней. А какие еще есть интересные гадания? Это не гадания, это магия. Потому что вот Юханус, это такая напряженная точка года, да, во-первых, созревает урожай, значит, нужно обеспечить различные магические действия, которые будут способствовать урожаю. Если засоха, значит, нужно вызвать дождь, если дожди, то нужно, наоборот, чтобы подсохло все на своем поле. С другой стороны, это магия, связанная с любовными историями, с брачными отношениями. Это и защита от злых сил, это тоже очень важная составляющая праздника. Это и различные действия, объединяющие деревню. Например, вот на традиционный Юханус раньше могли собираться только жители конкретной деревни. Это сейчас мы зовем всех гостей. А раньше это было сугубо внутреннее деревенское дело. Потому что от поведения людей, от того, что они делали, особенно в канун Юхануса, зависела жизнь деревни и каждого человека. Но при этом, я так понимаю, что участие представителей других деревень, в том числе и славянских, было возможно. Потому что вы исторически сосуществовали. Нет, вы знаете, да, но внутри своей деревни. То есть гостей не приветствовали на традиционном деревенском Юханусе. Каждой деревне был свой праздник. У каждой деревни было свое место, где праздновали Юханус. Потому что одной из таких важнейших частей Юхануса был костер. Но на самом деле важно себе представить, как проходил черед обрядов, магических действий в Юханус. Потому что от их чередования тоже зависела ваша будущая жизнь. Вот, например, начинался праздник тем, что мужики бегали друг с другом по улице и обливали друг друга холодной водой. А считалось, что с Юханусом можно было купаться, вода теплая уже становилась. А само обливание водой – это имитация дождя на полях. То есть это магический обряд, вызывающий дождь. А в деревнях он воспринимался и как начало праздника, такие чудачества. Потому что и мужики обливали друг друга, и девушки. Это было начало кануна Юхануса. Потом девушки должны были обязательно пойти в поля собирать цветы. Потому что вот этот Юханусовский букет, собранный из 9 либо 15 цветов, и в состав обязательно входил Иванов цвет, он обладал фантастическим магическим действием. Вот это нужно учесть всем женщинам. И обязательно 23 июня выехать из Петербурга в окрестности, собрать хоть какой-то букет. Потому что если вы им попаритесь в бане, вы будете прекрасны. Если вы этот букет положите под подушку, вам приснится жених. А если вы этот букет, вернее, добавите к венику, которым будете париться, то потом, выйдя из бани и кинув этот веник на крышу бани, вы узнаете свою судьбу. Вы можете узнать, куда девушка выйдет замуж, куда, так сказать, его такая пушистая часть ляжет, туда девка замуж и выйдет. А если, например, крыша скат имеет, да, если, например, вот этот веник с этими цветами ляжет комлем наверх, то вы можете даже умереть в этом году. Это очень печальный знак. А если ляжет вверх такой развесистой частью, то вы будете прекрасно себя чувствовать в этом году и выйдете замуж. Можно этот веник было бросить в воду. Если он пойдет вниз, ко дну, то, к сожалению, ваша судьба печально закончится в этом году. А если он будет плыть, то все будет тоже распрекрасно. А, кстати, вот там, по-моему, в одном из гаданий нужно было собрать, по-моему, семь или девять разных видов цветов и потом положить под подушку, чтобы увидеть там во сне своего суженного. Да. А что это за цветы должны были быть? В какие виды? Любые. Но, повторяю, среди них обязательно должен быть Иванов цвет. Ну, в русском варианте он называется Иван-да-Марья. Такой фиолетово-желтый цветок. Вот он должен быть обязательно другой на ваш выбор. Пожалуйста, ваше творчество. У меня еще такой вопрос к Руслану. Я знаю, что вы увлекаетесь танцами коренных народов. А там какие-то особые танцы танцевали на Юхонос? Ну, в принципе, каких-то особенных танцев, так как мы их сейчас привыкли воспринимать в сценическом варианте, не было. Потому что все составные части фольклора, песни, танцы, обряды, они были абсолютно естественны для поведения жителей деревни, и они сопровождали то или иное событие. Ну, одними из видов танцев можно назвать так называемые пи-релейки. Это круговые танцы, в которых... Харамоны по-русски. Да, танцы в кругу. Собирался большой круг, гармонист или музыкант, он мог становиться в центр, чтобы его всем было слышно. И какие-то незамысловатые движения, в общем-то, набор их был очень небольшой, с движением по кругу и с определенной периодичностью повторяющейся движения, вот это и были круговые танцы. И главные песни сопровождали, отдельно танцев не было. Потому что, ну, танец сам по себе, что это просто беготня, в общем-то, и махи руками, и ногами. А песни, они сопровождали абсолютно любое событие. А вот еще такой вопрос. Я так понимаю, что как-то этот праздник все-таки связан был с тем, что называли русские нечистые силы, то есть какими-то такими сверхъестественными существами, которые выходили в эту ночь на прогулки свои. Вот что такое пара? Потому что вы в своей книге, Ольга Юрьевна, пишите про то, что есть такие существа, которые как-то, ну, как-то могли взаимодействовать с людьми тогда. Да, но на самом деле Юхонос, опять же, вот очень напряженный праздник, очень напряженный день, потому что это разгул нечистой силы накануне. И нужно было и защищаться от нее разнообразными способами. Например, мужики ходили, сторожили свои поля, чтобы ведьмы, ну, местные бабки, которые эти мужики считали ведьмами, не срезали колось и не совершили магические действия как бы по переманиванию урожая на их бабкины поля. А, например, хозяйки в окна хлева выставляли ухваты со словами «даю ухвата, а не мою корову», потому что считала, что нечистая сила в эту ночь может залезть в хлев, подоить корову, и удача молочная перейдет к другому человеку. А самое, конечно, загадочное существо – это была пара. Его создавали хозяйки, ее или его, именно в Юхоносовскую ночь. Для изготовления пары нужно было взять клубок бересты, скрученную часть бересты, четыре веретена, нужно было отправиться в баню темной ночью. Главное, чтобы никто не видел. Если вас кто-то увидит, все, пары не будет. Вы должны были сделать как бы существо, какое на этих четырех веретеных, как на четырех ногах, раздеться до гола, должна была хозяйка сымитировать роды, и эти роды должны были сопровождаться словами, особым приговором «рождайся пары», «молоко, масло приносить». После этого считалось, вот это создание должно превратиться в некое мифологическое животное, которое будет от других хозяек ночью тайно приносить вам молоко, масло, хлеб, и даже деньги были, даже денежные пары. Поэтому очень важно было другим хозяйкам не только в эту ночь создавать пару, чтобы приносить богатство себе, но и защищать свое, да, свои, так сказать, собственные богатства от посягательств других пар. Лучшим средством было крещение, то есть нужно было крестить накануне все катки с маслом, подойники, еще, а, кстати, мужчины тоже были приобщены к этому действию, потому что они должны были в югнусскую ночь обязательно все орудия труда, в том числе плуг, боруна, перевернуть, чтобы нечистая сила не унесла хлебную дачу. То есть это массовое было такое, и защита от злых духов, да, и от злых сил, и от, так сказать... В то же время попытка как-то заклинать эти же самые духи, либо силы, для того, чтобы они как-то тебе помогли. А вот, кстати, насчет игр, потому что многое можно прочитать про то, что там люди прыгали через костер, а зачем они прыгали, и как-то это в какой-то смысл вкладывалось уже? Смысл, как правило, весь сводился к тому, чтобы, так как праздник был июнь, это месяц, когда начинает созревать урожай уже, как говорили, и от этого зависело обилие и успешность урожая до конца года, пока погода позволяла. Прыгали через костер, и чем выше прыгнешь, тем богаче мог быть урожай твой в этом году, и тем удачливее ты мог быть сам в этом году. А еще какие-то игры были? Как таковых отдельных игр не было, в основном качались на качелях, тоже пели песни, вот водили хороводы, могли просто устраивать гулянки, шли по деревне, по улице, пели громко песни, и таким образом собирали народ, собственно, вот с дворов на гулянку. Потому что самым главным, самым главным все-таки таким объектом праздника – это был костер. Это самое главное. И песнями зазывали людей на костер. Костры были разные. Да, и костры были разные, а песни были почти везде одинаковые. Причем в разных районах Ингермоландии, я так понимаю, были разные костеры, потому что, допустим, так называемый ножной костер, он, я так понимаю, все-таки в северных районах. Да, это Карельский перешейк, это северная Ингермоландия, вот это Сайри Кокко – это был замечательнейший костер. Он производит такое фантастическое впечатление и производил на всех, кто его видел. Еще за две недели до начала Юхонуса его начинали делать пастухи, это было делом именно пастухов. И пастухи и молодые парни им тоже помогали. Ну, которые, как правило, сами были тоже. Сами же пастушили. Да, пастушествовали. Ставились четыре больших бревна в виде такой высокой-высокой пирамиды, а внутренняя часть закладывалась дровами, сухими пнями, бросовыми там поленьями. Тем, что могло гореть, и тем, что находили вокруг. Да. А почему ножной-то? А потому что вот эти столбы, они как бы образовывали ноги вот этого костра, высота которого превышала 10 метров. Но мало того, что делали вот этот большой костер, его называли Укко-Коки, то есть старик костер, да. Рядом обязательно была Аммя-Кокко, то есть как бы старуха, да, поменьше костер. И еще иногда и меньше делали костры. Потом всю эту костровую систему обносили изгородью, причем изгородь делали особым образом. Не использовали никаких гвоздей, а соединяли жерди берестой. И еще пастухи накануне обязательно плели из бересты такие шары. И вот представьте себе, наступает Юхоносовская ночь. Все собираются вместе. Сначала девки идут по деревне, поют особые песни-заклички, которым созывают народ на это костровое место. Обычно рядом с каждой деревней было свое место, где жгли этот костер особое. И оно использовалось только для костра, да. Вот они все собираются и зажигают костер. Причем нельзя ни в коем случае было зажигать костер спичками. Нужно было зажигать так называемым чистым огнем. Это либо трением, либо угли приносили из дома. Лучиной можно было. Либо кристалом. То есть огонь должен быть чистый. И Юхоносовский костер зажигали только с вершины. Сверху. Поэтому он горел очень долго. И вот когда он разгорался, здесь начиналось просто такое фантастическое посилие, эмоциональное действие. Его очень так хорошо и многократно описывали исследователи. Начинался крик. То есть женщины начинали кричать. Это был крик и отгоняющий все злое из своей жизни, из деревни. И призывающий добрые силы. И крик такого как бы восхищения. И более того, все исследователи и путешественники, которым доводилось присутствовать случайно на этих праздниках, говорили, что такого эмоционального потрясения, как от крика во время зажигания костра, они нигде никогда не испытывали. А кому отводилась почетная роль зажечь костер? Ну, вы знаете, вот я думаю, что, наверное, все-таки самому такому значимому человеку в деревне, типа старосты. Но нигде специально это не оговаривалось. То есть особых правил по зажиганию костра не было. И вот наши телезрители, кто, может быть, сейчас нас послушает и приедет в Токсово в следующие выходные, через неделю, они увидят все эти костеры? То есть там будет этот... Ну, к сожалению, нет. Потому что мы проводим наши костеры вблизи Токсовской церкви. Пожароопасность велика. Там рядом и здания, и провода. И, в принципе, для создания настоящего, проведения настоящего народного праздника нам нужно изменять концепцию Юхонуса. Он все-таки у нас такой правильный праздник с концертом, с поздравлениями, с приветствиями гостей. Но мы думаем, что, может быть, в ближайшие годы мы попробуем воссоздать настоящий народный праздник со всеми гаданиями, магией, с построением настоящих костров. Я думаю, что у нас найдется много волонтеров, которые примут участие в создании настоящего Юхонуса, чтобы и жители Петербурга, наконец-то, узнали, что это такое самая короткая ночь в году. Так что вот, уважаемые телезрители, если кто-то опасался увидеть там голых девок, прыгающих через костер, то вы можете не беспокоиться, этого там не будет. Вы можете всей семьей совершенно спокойно приезжать в Токсово и на Юхонус, на праздник этот замечательный, посмотреть и себя показать. Вот, ну, я так уже закрываю тему костров. Хочу еще спросить, там вроде какие-то гадания были очень интересные, связанные с кострами, в том числе вот с этим самым ножным костром. Ну, гадания были, ну, немного, конечно, не мужская тема, а все-таки гадания о жених деви. Я скажу, да, потому что это девки гадали, да, они заранее выбирали себе, как бы, понравившуюся ногу, да, понравившуюся бревно и внимательно следили за его поведением во время горения костра. Да, если загаданная нога прогорала раньше и падала, то тогда вот эта девушка могла раньше выйти замуж в этом году. А если же загаданная нога, она не падала, либо падала последней, тогда у этой девушки было меньше всего шансов в этом году выйти замуж. Да. И там тоже, мне кажется, такая немаловажная тема, тема сауны финской бани, как это все было связано с Юханусом? Там, в общем-то, тоже гадания вроде проводились. Конечно, вообще баня в финской культуре одно из самых значимых мест, да, не случайно даже существует в Финляндии особое общество, и особый журнал издается, который так и называется, сауна. Были связаны различные гадания и магические обряды. Вот мы уже упоминали парение веником, в состав которого входили вот... Полевые цветы. Полевые цветы, особо собранные лучше всего на поле соседа. Это придавало особую силу вашему венику. И, кроме того, были такие, ну, непривычные современному человеку гадания, когда можно было выставить определенную часть тела в окно бани, и если домовой гладил эту определенную часть тела, то у вас... Даже не домовой, а банник, потому что дома был домовой, а в бане мог быть, как бы, хозяин бани. Мог быть и домовой. Так сказать, специально не учитывалось, кто именно подойдет к бане с внешней стороны. Но если кто-то вас погладит по этой выступающей части тела мохнатой рукой или лапой, то вам очень большая удача будет в этом году. Ну, мало кто решался на это. Но при этом мужики все-таки развлекались себя тем, что подглядывали вот в эти самые бани, когда девки были. Поэтому девушки делали такое редко. И поэтому иногда могли и не погладить, а просто как-то очень пошутить. И не только мохнатой рукой. Вообще шутки характерны для Юхонуса. Затаскивание лодок, накрытие. Затыкали трубы. Затыкание труб, повозки могли вместо лодки привязать на берег. То есть парни хулиганили в этом году. Но самые хозяйственные искали клад. Потому что поверье о папоротнике было распространено и среди ингермоланских финнов. Многие искали папоротник в цвет, искали клады. В каждой деревне ходили разговоры о том, что в соседней деревне кто-то такой клад нашел. И напоследок, вы вроде бы еще хотели что-то рассказать про Рентьюшки. Что это за ансамбль такой замечательный? Рентьюшки это ансамбль, который официально, как считается, в 70-х годах, в конце 70-х годов. В 78-м году создан. В 77-м, 78-м году был создан. И как раз это попало на Юхонус. Они собрались первый раз и выступили официально на Юхонусе, который проводился. Сейчас будет еще юбилей некий у них. Да, у них будет юбилей. И более того, программа нынешнего Юхонуса, она во многом посвящена фольклору и Рентьюшкам. Потому что и проводится тоже в их же как раз родной земле. Местности, где были распространены эти уникальные песни-танцы. Такого жанра считается нигде нет. Это и песни, и танец одновременно, но при этом не положены. Друг на друга, да? А каждый течет как бы своим потоком. А вместе создается такое беспрестанное действие. Очень интересно. То есть, Рентьюшка, это распевание частушек, которые могли сочиняться прямо на ходу. И поэтому запевало, как правильно, кто-то один запевал, а остальные они подхватывали. И распевы, которые подхватывали, они очень часто были просто набором различных слогов, которые звучали как скороговорки. Причем темы вообще могли быть разные. Темы могли быть разные. Жизненные, связанные с деревней, с поведением отдельных людей, с надеждами людей. Типа частушек. Ну, впоследствии, когда стали больше контактировать со славянами, переняли тоже какую-то часть частушечную от них. То есть, это были лирические частушки. Они были юморные. Они очень часто были социальными. Иногда парни смеялись над девками, девки смеялись над парнями. Ясно. Ну вот, в общем, на этой ноте Рентьюшек мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Думаю, что кто заинтересовался, приезжайте в следующие выходные в Токсово. И наблюдайте это все, слушайте, смотрите своими глазами и ушами. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Я напоминаю, что это была программа «Петербург до Петербурга». Велую Дмитрий Витушкин. И пока.